здравствуйте виноградари с вами снова юрий ягрудин сегодня будет ролик об укоренении на воде при укоренении черенков винограда на воде нужно очень тщательно следить за уровнем воды на черенках и вот чтобы упростить этот процесс укоренения я и придумал вот такое устройство два одноразовых стаканчика плюс клеевой пистолет и черенки на первый взгляд кажется что такая конструкция довольно сложная но моя цель была просто убедиться в работоспособности этой конструкции и когда я убедился что вот именно таким способом укоренять черенки можно причем не просто можно а что они укореняются очень хорошо а дальше была вот такая конструкция уже многоразовая а дальше вот такая уже для двух десятков черенков но и как же без 5 литровой бутылки изготовил такой укоренитель и из 5 литровой бутылки но как вы видите все эти конструкции довольно сложные но есть вариант попроще например без одноразовых стаканов и клеевого пистолета а можно укоренять сразу в обычной пэт бутылки обратите внимание на экране с правой стороны в данном случае черенок стоит на укоренении 20 суток то есть для укоренения 1 черенка берем пол литровую бутылку можно 1 литровую можно и полтора литровую и сверху можно закрепить этот черенок обычной кухонной губкой единственный недостаток такой конструкции слишком узкая горлышко и если будут толстые черенки то будет трудно извлекать но есть также такие пэт бутылки с широким горлышком как на 5 6 литровках и вот уже такие бутылки у которых широкая горлышко подойдут идеально для такого укоренения и еще меня порадовал один из моих зрителей николай он прислал мне фотографии как раз вот такого укоренения в обычной полтора литровой бутылки и разрешил эти фотографии использовать в моем ролике и вот эти фотографии как вы видите уже хорошее укоренение и есть хороший зеленый побег и еще одно дополнение я в ролике предлагал черенок держать в воде 23 миллиметра не глубже а вот николай установил черенок так что касание черенка было буквально один миллиметр и в основном это касание происходило за счет сил поверхностного натяжения воды кстати когда я говорил что 23 миллиметра я тоже обратил внимание на это что чем меньше черенок касается воды тем лучше укоренение и кстати на экране черенок гибридной формы роза ранние селекции олега михайловича писанка причем первые зачатки корешков вот у этого черенка появились на 10 11 день при температуре воды около плюс 25 градусов и еще стоит на укоренении у николая гибридная форма калугина виктора михайловича мальчик с пальчик так вот этот черенок немножко отстает в укоренении но уже появились первые надрывы с калусом и очень большая вероятность что и этот мальчик с пальчик тоже укоренится вот в таком интересном укоренителе ну и смотрите вот в данном случае это укоренение уже 20 дней естественно очень сильно уже затянуто укоренение ну собственно говоря мне этот черенок не нужен поэтому он стоит и стоит у меня в этой бутылке пока я его не выброшу укоренение тоже началось приблизительно на 10 11 либо 12 сутки это другой черенок который стоит на укоренении буквально 5-6 дней трудно сказать но возможно вот это даже тоже надрывы калуса ну хотя я могу и ошибаться слишком рано еще по времени вот буквально вот так даже можно оставить чуть выше ну вот приблизительно вот так тоже очень хорошо укореняется желательно чтобы был вот такой самый самый минимальный контакт черенка с поверхностью воды когда укоренение ну по крайней мере вот по моим наблюдениям и по наблюдениям николая так лучше но и давайте попробую просто извлечь сейчас этот черенок несмотря на узкая горлышко в этой бутылке все-таки попробую и знаете несмотря на то что черенок довольно большого диаметра но наверное в районе 10 миллиметров и смотрите вот нижний узел увеличился в размерах тем не менее никаких трудностей с извлечением не было ну и как я говорил так как это уже двадцатые сутки и вот смотрите черенок стоял в месте где плохое освещение видите побег вытягивается листья мелкие поэтому желательно как только появляются побеги чтобы было хорошее освещение хотя бы на окне и вот такое укоренение в обычной пэт бутылки а с вами был юрий егорутин до скорой встречи до свидания пока